Добрый день, дорогие друзья! Сегодня с вами Вальдемарко. Сегодня мы с вами будем петь квас, тоже купленный в русском магазине. Я смотрю на солнце, ничего не вижу. Надеюсь, вам все-таки будет видеть. Тоже купленный в русском магазине. Сколько столько я не знаю, моя супруга покупала. И, значится, этот квас монастырский, медовый. Посмотрим, что здесь пишут они. Напиток безалкогольный, сильно газированный. И здесь, как вы видите, зелененькое, без ГМ написано. Без гормонов, наверное, как я понял. Так что, ребята, можете пить, с вашей пиписькой ничего не случится. Давай, сейчас прочитаем, какой состав. В детстве я не помню вообще, чтобы я квас пил. Я помню, когда у друзей, когда я заходил к друзьям в гости, было что-то такое, по-моему. Но мы дома не делали. Они делали квас, но делали его, как хлебный квас назывался он, по-моему. Но я вот сейчас пробовал, не помню. Я не помню, что даже вкуса. На русском они не читались, не пишут. Так, что здесь входит? Будем переводить, значит. Что здесь входит? Вода, сахар, цитрон, цитрона у нас, лимон, лимоновая кислота. Потом дрожжи, арома и даже есть краситель. Ага, даже есть краситель. Краситель, и, наверное, пишут все Е150D, что это обозначает, не знаю. Скорее всего, наверное, обозначает все краситель съедобный. Скорее всего. Ну, вот и все, в принципе. Больше всего ничего не пишется. Не пишется. То же самое производитель, тоже монолит. Ну, тут еще, по-моему, тоже идет описание, знакомый язык вам показать. Ножеского тут нету. Жира нету. Тут сколько, сколько бил калорий здесь все написано. Если кому надо, вы можете посмотреть, я ближе так быстро сделаю. Я думаю, будет вам там видать. Можете сами посмотреть. Значит, она двухлитровая. Я спрятал не понял, что есть написано вон. 2 плюс 1, 1,5 процента. Я думал, что это алкоголь, что ли? Потом мне доехал я. Что это 2 литра здесь? Ну, плюс-минус 1,5 процента. Может, они не угадали. Ну, давайте, будем попробовать. Это не сигарет у меня дымится? Потому что начал был видео снимать. А где-то пожар, наверное, идет здесь. Было написано все. Очень много газа. Пахнет медом, однако. Аж дымок выходит с него. О-о-о, тоже пенится. Видите? Но, скорее всего, она пенится, потому что это очень много газов. Такое было, что сейчас брызгается. Свет очень даже красивый, я бы сказал. Сейчас я на солнце смотрю. Как вино. Красный такой. Вот здесь красительная, скорее всего. Так, посмотрим. Мед. Вкусный язвивый. А чего я раньше не сам не любил квас? А всегда, когда по телевизору показывают кино, ну, люди пьют квас, квас. А я как-то пробовал в детстве, когда я уже говорил. Именно он показался вкусом. Очень много там было хлеба. А здесь он все-таки отдает медом. И маленько тоже есть как вкус хлеба. Вот, скорее всего, дрожжи, наверное. Вкусный, отличный. Вон, сладкий, правда, сладкий. Сахар до хера вам набузывали. Не написано, сколько сахара несет. Набузывали. Ну, сладкий. Они сами же мед, то есть же мед. Не очень. Вкусный, ребята, вкусный. После такого кваса и в монастырь можно. Ха-ха-ха. Недаром называется. Квас монастырский медовый. Очень вкусный, между прочим, ребята. Очень даже вкусный. Ну, конечно, он шибко сладковатый. Но вкусный. Да ты же, а? Интересно, сколько он стоит? Я потом сейчас его супруга спрошу. И я в описании видео напишу. Сколько, значит, этих двухлитровых бутылочек. Вот эта вот. Сколько она стоила. Я потом вам напишу обязательно. Мне нравятся вкусные. Что я раньше так в детстве уже попробовал. Мне было что-то не понравилось. Вкуснятина. Сейчас я буду такой квас лучше покупать. На работу возьму. А точно на работу возьму, ребятам там. По стопочке всем налью. Пускай идут русские в магазин покупать. Только прибыль делают. Ха-ха-ха. Очень хорошие ребята. Очень хорошие. Кто живет в Германии, советуем вам именно в русском магазине купить вот такой медовый квас. Я посмотрю в следующий раз, когда буду в магазине. Еще не забуду, я посмотрю. Возможно, там будет квас какой-нибудь другой, не медовый. Может, как-то его по-другому делать. Я, в принципе, не знаю, потому что я никогда его не пил. Может быть, пил в детстве. Я не помню. Я помню, что вкус хлеба был где-то в банке трехлитровый. Да, и все-таки был, значит, квас. Там еще сверху марли была. А его надо было процеживать, наверное, когда наливаешь. Точно. Точно. Значит, я его пил. Но я уже не помню, давно это было, ребята. На семье мать не делал, я не помню, почему не делали. Без понятия. Я, конечно, не помню. Очень хорошие, ребята, советы. Очень хорошие. Вкуснятина. Итак, друзья, с вами был Вальд и Марко. Подписывайтесь на канал. Вот такие дела. Ставьте лайки, балалайки. Делитесь моим видео в соцсетях. Вот такие дела. Пока. С вами был Вальд и Марко.